Итак, вот наш старый насос Агидель, который я показывал в одном из первых видео. Пачил в БОЗе, к сожалению, мы его разобрали, сняли с него крышку, открутили винты, такие же винты, которые вы держали. Это нижняя часть, куда надевался сам ротор, труба надевалась всасывающая, это выходная, вот сам мотор, обмотка. Проблема была в том, что он пропускал воду, так мы оказалось, посмотрели в интернете, нужно было менять сальники у него, они прохуждаются периодически, и также еще есть подшипник, который немножко стучал. Но вот наши попытки, наши попытки, так скажем, до конца его до разобрать, не увенчались успехом, потому что нам не удалось снять последний самый главный винт, где находятся сальники, и, соответственно, ничего не получилось. Мы пытались рассверлить, снять этот винт, который там вообще настолько заржавел, и, короче, не смогли его снять. Вот первый подшипник, там стоит второй, и там же сальник. Вот нам не удалось до него докрутить сам ротор. Так, положу его в коробку, сейчас будем открывать новый насос. Насос электро-насос вибрационный город Ливны. Все купили такой трос, чтобы подвесить колодец. Вот, смотрим, как-нибудь, там какой-нибудь крюк, что ли. Это малыш у нас М, по-моему. Модель, моделька до 60 метров. Напор пробивает. Хотя здесь 40 написано. Может, 40, 200, по-моему, 40 ватт мощности. В общем, сейчас испытаем его в работе, посмотрим. Вот еще один насос Кама, который еще достался от деда. Тоже, естественно, нерабочий. Вот такой подшипник. Там нужно было достать наподобие. И сальник. Этот сдох еще в первый год. После подшипки дома. У него просто обмотка сгорела. В комплекте шел вот такой шнурок. Казалось, что трос нельзя подвязывать. Непосредственно за ушко. Нужно обязательно вначале вот такой трос привязать. Но у нас глубина не очень большая, поэтому нам хватит. Трос оказался не нужный. Сейчас мы подтянем вот эти все соединения вначале. Здесь, здесь, по инструкции. И потом будем пробовать. Все привяжем, будем пробовать опускать. Так, вот наш колодец. До воды сколько здесь? Да. В общем, вот этот стол мы ставим на колесо. Насос будем опускать между вот этими двумя палками посередине. А этот шнур привяжем вот к этой палке. И будем, соответственно, за эту палку вот так его поднимать, опускать. Да, провод. Какое-то количество провода надо будет привязать. Наверное. Сейчас посмотрим. И шланг вот она. Вверх не падать. У нас в течение сколько? 16, да? Да нет, тут уже расплетелся. А, уже больше. Он в 16 лет, да? Этот на 20, на 19. А, на 19? Но у нас меньше. Но мы его сейчас попытаемся сюда натянуть. У нас подлинен, под второй ванны надо натянуть. И здесь вот еще, соответственно, у нас возьмет вот эту высоту надо учесть до конца стола. Чего, кто заходит? Да, он там расходил еще. Ну, ему надо прижать, чтобы он не выбил, а или он не выбит его в таком положении-то? А вот хомутом сейчас? Хомутом обратно вот так. Сейчас затянем на этой части. А кто тут вот это делит? Это мы их что-то засовывали. Хомутик. Сейчас мы его затянем. Она вот тут заканчивает? Ну да. Сейчас заходит дождь, но мы собираемся... Ну, как вы, если согласно инструкции, нужно... Вот мы сделали, примотали шнур питания, шланг и вот этот вот, так скажем, тросик, шнурик. Все вместе, чтобы они там все вместе были в куче, чтобы не болтались по разным сторонам. А теперь... Так, блин, замотал мы, е-мое. Начинаем операцию. Так. Нет, пацаны, не отсюда, не отсюда, пацаны оттуда. А-а-а. Еле? Угу. Так, погружение. Погружение, погружение идет. И палка тоже. Погружение идет. Так, да, погружение. Сколько у нас шланга съела? Шланга съела. Много. Ну, сейчас это ближнюю ванну. А? Ближнюю ванну. Ближнюю ванну. Ага. Ну, вон-то, на сегодня, выдлинитель будем включать. Шланг. Так, насос у нас погружен. Шланг наращен. Ну что, давай, пробуем. Посмотрим, что там. Что там у нас? Там, смотри, что у нас. Да, идет. Идет. Ну, послабее, чем у кого. Ну, он, да нет, да за полчаса нальет, мне кажется, за 40. Да, мне кажется, да. Сколько у нас тут? У него расход написано 430 литров в час. Если без напор, да. Ну, вот, собственно, налить в ванной он и мелочи. Так что, там что, не вибрирует он сильно? Пойдем посмотрим. Вроде. Обычный, обычный, мягкий шланг. Подходит он. Да нет тут никакой вибрации. Нет, конечно, что он тут будет вибрировать. Мы боялись, что. Такой звук. Немножко неприятный звук, конечно. У того звук поприятнее был. У этого такой больше. По ушам бьет. Да, гудит. Вот, в общем, такая система. Надеюсь, проработает долго. Надеюсь, грудь долго проработает. Это будет мастер. Похоже на гудение. Легкая вибрация чувствуется на гудении машинки. Мы сейчас придумали лайфхак. Чтобы увидеть, когда насос покажется из воды, намотать какую-то изоленту отсюда. Допустим, красный или какой-то. Или цветоотражающий какую-то ленту. Чтобы мы сразу засекли, что сейчас вода закончится. Соответственно, что можно, насколько и выключать. Вот такая фишка еще.